Приветствую всех друзей канала Farnax Film. Сегодня этим прекрасным почти летним деньком мы с вами будем тестировать новое многофункциональное устройство от компании NMK. Это Kazan Mangal Sibir. В самом названии предполагается, что на этом устройстве можно готовить одновременно блюда как в казане, так и на мангале. Поставляется он в двух коробках, одна побольше, другая поменьше. Та коробка, которая побольше, весит 36 килограммов. В ней находится непосредственно печь, на которую устанавливается казан. В коробке поменьше, которая весит 30 килограммов, находится мангал. Сейчас мы эти коробки распакуем и соберем это изделие. Приготовьтесь, будет интересно и очень вкусно. Ага, бинго. Инструкция, руководство по эксплуатации Казан Mangal Sibir. Здесь у нас подробное руководство по сборке со всеми размерами, со всеми диаметрами. Комплектацию сейчас мы с вами подробно изучим. Ага, а в этой коробке, внутри мангала с крышкой, находятся ножки. Ух ты! Ну вот, перед нами основные элементы казан-мангала. Это печь, набор ножек, патрубок для дымохода, комар, который меня кусает, сам мангал и набор чугунных колец, которые будут установлены поверх печи. В моих руках коробочка с болтами и гайками. Сейчас мы ими воспользуемся, чтобы прикрепить ножки и скрепить эти два элемента друг к другу. В комплект не входят элементы дымохода, но у меня завалялась метровая труба диаметром 115 мм, которую я и буду использовать для обжига этой печи. Первое, что нужно сделать при сборке казана-мангала, приделать ему ноги. Ключ на 17 универсальное решение для любой российской техники, как для мотоцикла Урал, так и для казан-мангала Сибирь. Ту же операцию сейчас проделаем и с мангалом. Казан прикрепляется к мангалу четырьмя болтами. И самые маленькие болтики, которые идут в комплекте. На задней части печки есть отверстие для подключения патрубка для выхода дымохода. Сейчас мы его тоже присоединим к печи. Вот сборку мы завершили. Возвращаем на место чугунную плиту и приступаем к обжигу этого мангала. Ну а пока мангал у нас прожигается, я подготовлю к работе новый казан, который я приобрел в магазине Фарнакс. Этот казан на 8 литров, он специально подходит для казан-мангала в Сибирь. И именно в нем мы сегодня будем готовить. Чугунный 8-литровый красавец. Сейчас его поверхность мы отшлифуем и начнем обрабатывать. Ну, в качестве опоры и подставки я использую печь под казан. Для того, чтобы он у меня никуда не двигался в тот момент, когда я пользуюсь болгаркой. Ну и приступим. Этот момент подробно мы освещать не будем, потому что все это вы уже видели, все это вы уже знаете. Ну, а для нас 15 минут работы и посмотрим, какой получится казан. Помните, что безопасность превыше всего. Ну, вот уже первый результат. Очень шероховатая, необработанная поверхность. И гладкая поверхность, которую мы просто на первый раз еще обработали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот, друзья, более-менее наш казан, точнее его внутренняя поверхность, приобрела эффект такого старого зеркала. Конечно, остались небольшие каверны, но это ничего страшного. Со временем они, естественно, покроются, заполнятся нагаром. Ну, а сейчас приступим к обжигу. Сейчас будем постепенно прогревать, чтобы кремно-органическая эмаль, которая покрыта эта печь, приняла свои окончательные свойства, затвердела и закрепилась на поверхности металла. Интенсивность горения очень эффективно регулируется поддувалом. Вот сейчас печь работает очень тихо. Стоит мне только приоткрыть поддувало на максимум. Как мы слышим, что горение возобновилось с невероятной силой. Ну, и, конечно же, нужно протопить еще и мангал. У мангала есть просто обалденная штука, крышка, она же и полочка, которая в открытом положении формирует очень удобную полку для того, чтобы можно было хранить на ней продукты, что-то, что вы можете приготовить потом на мангале. Точно такой же ящик зольника, он же поддувало, есть еще и на мангале, поэтому сбоку на корпусе вы не увидите ни одного отверстия, а весь воздух, который нужен для горения дров, поступает снизу и равномерно распределяется по всей поверхности мангала. Первое, что бросилось в глаза, когда я собрал казан-мангал, это достаточно удобная его высота. Высота мангала около 80 сантиметров, соответственно, печь чуть повыше. Сам мангал размером 56 на 35 сантиметров и глубина его около 15 сантиметров до дна. Друзья, я решил еще и прокалить верхнюю крышку, чтобы краска во время эксплуатации с нее не сходила, поэтому я, конечно же, взял и слегка прикрыл казан-мангал. Осталось немножко щель, чтобы выход дыма был. Естественно, приоткрыл ящик зольника, то есть поддувало. Ох, дым какой сразу повалил. Еще буквально минут 20-30, и можно уже будет готовить на нем. Ну вот, казан мы отполировали, наша печь уже прокалилась, угли в мангале готовы для того, чтобы что-нибудь приготовить на нем. И сейчас с помощью специального устройства под названием фасасижи я открою печь с помощью универсального устройства, типа кочерга. Я сниму кольца чугунной плиты и на это место водружу наш свежеотполированный казан. Идеально встал. Сейчас дождемся, пока технические масла, которыми он покрыт, испарятся, и будем его прокаливать, придавать его внутренней поверхности антипригарное покрытие. Ну вот, друзья, наш казан начал обжигаться. Видно, что от него пошел дым. Это значит, что технические масла, которыми он покрыт, выгорают. Его поверхность, внутренняя поверхность, чуть-чуть потемнела. Совсем скоро мы приступим к обжигу казана. И сегодня, для того, чтобы обработать внутреннюю поверхность казана, мы будем использовать льняное нерафинированное масло. Оно находится вот в таком тубусе под давлением. И мы его будем использовать специально для того, чтобы не применять механическое воздействие с помощью шумовки, обрабатывая внутреннюю поверхность казана. Как это будет выглядеть, смотрите далее. Ну, друзья, в принципе, казан готов к тому, чтобы начать его внутреннюю обработку. И сейчас я с помощью вот этого спрея буду наносить масло. Смотрите, как это происходит. Естественно, масло выгорает. Чем более дымное масло у нас есть, тем лучше для того, чтобы получилось антипригарное покрытие казана. И будем небольшими порциями, по мере выгорания масла, добавлять его вот такими вот небольшими пшиками. Невероятно удобная штука, вот этот спрей. Моментально, моментально масло начинает дымить, гореть, тем самым образовывая покрытие типа олифы. Ну вот казан практически готов. И сейчас в казане я буду готовить плов. И сейчас я буду готов. Ну что ж, друзья. По своему опыту хочу сказать, что казан мангал Сибирь от компании НМК оказался очень удобен в эксплуатации. И дело не только в удобных приспособлениях типа полочки, которые входят в комплект этого мангала. И не только в том, что у мангала очень удобная ширина и очень удобная глубина, когда угли находятся на достаточном расстоянии от шампуров. Но и в том, что очень удобно пользоваться печью под казан. Сейчас в нашем казане томится плов. Ждем, не дождемся, когда он будет готов. А будет он готов с минуты на минуту. Мне очень понравилось пользоваться поддувалом. Потому что с помощью поддувала очень просто регулировать интенсивность горения. Ничего в вашем казане не подгорит, если вы будете следить за интенсивностью пламени вашей печи. Ну что ж, я призываю вас зайти в гости в магазины Форнакс. В каждом из них представлен казан мангал Сибирь от компании НМК. Заходите на сайт форнакс.ру Там представлена вся продукция от компании НМК. В том числе и герой нашего сегодняшнего ролика Казан мангал Сибирь. Ждем вас в гости. Приятного аппетита. До новых встреч. Пока.